Профессия учителя В нашей школе работает всего 37 педагогов, все они имеют определенные категории. 15 человек с высшей категорией, 22 человека имеют первую категорию. Все имеют высшее образование. Среди них у нас долгие годы, около 30 лет работает Биджанова Римма Олевна, преподает историю, общество знания в данной школе. У нее очень хорошие показатели. Учитель высшей категории. Вчера буквально я была на ее уроках. Дети очень интересный урок представили и защищали свои проекты. Она имеет хорошие результаты, имеет большой опыт работы по подготовке к государственной итоговой аттестации. Ее дети в прошлом году по итогам Олимпиад заняли три призовых места на уровне региона. В этом году тоже представили мы одну ученицу 11 класса, но итоги тоже ждем. Она увлекательный человек, разносторонний, очень талантливый и классный руководитель, и учитель. Дальше работают у нас замечательные учителя начальных классов. Именно в начальных классах закладываются основы. Батышева была Аслановна, 26 лет стажа работы, первая категория. Вот этот год, 11 класс заканчивает выпускники, это был ее класс. В начальных классах очень сильные, очень хорошие, воспитанные дети. Качество знаний у них очень высокое. У нас 8 человек из 16 являются претендентами на золотую медаль. Они писали для того, чтобы объективность выставленных оценок узнать. Мы писали и контрольные срезы, и на уровне муниципалитета были написаны контрольные работы. Они подтверждают свои знания. Вот этот 7-й А-класс, очень талантливые дети, тоже ее выпускники. Белла Аслановна тоже творческий человек. Она проводит очень интересные уроки. Но самое главное для учителя – это качество знаний. Вот с какой целью приходит учитель. Он не просто дает знания учитель, но и любит детей, и умеет находить контакт с ними, и общий язык. Кроме них, у нас в школе в каждом цикле работают очень опытные учителя. Наша школа и наш учебный план и коллектив в основном рассчитаны на то, чтобы подготовить выпускника к поступлению в любой ВУЗ. Белла Аслановна Батышева – одна из тех, кто преданно исполнять свои обязанности, любит свою работу, находит общий язык с детьми. А это самое главное в профессии учителя. Я окончила школу в 87-м году. В нашей семье династия учителей. Две моих тети работали учителями. Моя мама закончила физмат в свое время. Я всегда мечтала стать учителем, и моя мечта сбылась. Начинала я свою трудовую деятельность в 91-м году. Работаю уже вот 26 лет. Я люблю свою профессию, люблю своих детей. Считаю, что нужно воспитывать прежде всего личность, человека, а потом все остальное. Это приводится. Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в будущем добился успеха. Выпускники Беллы Батышевой именно такими и стали. Мои дети достигли больших успехов. Я очень ими горжусь. Мы не поддерживаем связь с детьми. Они звонят, приезжают. У многих уже есть свои дети. Хорошо учатся. Я тоже ими горжусь. Из нынешних моих учеников сейчас 11-й А. Мои дети, 7-й А мои. И вот нынешнее то, что я сейчас воспитываю, тоже подают большие надежды детки. Я думаю, что своего я добилась. Моя цель достигнута. Я хотела всегда быть учителем. Я им и являюсь. Ну, самое главное – это любовь. Любить надо всех детей. Независимо от каких-то данных, каких-то внешних, от природы и так далее. Все дети очень умные. Все дети талантливые. Нужно только уметь найти, в чем именно он талантлив и что именно он хочет достичь в этой жизни. А все остальное придет само. Без любви здесь ничего не добьешься. Нужно стремиться к взаимопониманию. Нужно уважать детей. И они ответят вам тем же. Римма Альевна Беджанова, 27 лет, работает учителем истории и обществознания. Каждый ее урок все ждут с нетерпением, так как она их проводит очень интересно и познавательно. Тема урока – мастерство работника, да? Мы знаем, что понятие мастерства. Выбрать профессию, а потом уже все остальное привозят. Вот проект по профессии. Профессия – инспектор ГИБДТ. Мы ученики с нового класса, кто-то умеет. История проявления профессии. В проявлении первого автомобиля в 1769 году возникла необходимость не только в обслуживании этого вида транспорта, но и в контроле над его использованием и соблюдении права движения над улицами и дорогами. Ощущать эти функции могли люди, владеющие профессиональными знаниями о правилах дорожного движения, внутренних устройств и автомобилях. Так возникла профессия – инспектор безопасности и дорожного движения. Арима Беджанова является почетным работником общего образования Российской Федерации, имеет множество республиканских районных наград. Ее ученики ежегодно становятся призерами, победителями предметных олимпиад. Россита Заурбевна Тугланова – учитель информатики высшей категории, имеет 25-летний стаж, имеет множество наград, является почетным работником Министерства образования, была удостоена грамотой Адыгахаса, в 2017 году получила грамоту за участие во всероссийском конкурсе. Она глубоко знает свой предмет, открывает детям мир информации, информационных технологий и качество передает всем детям базовые знания по информатике. Ее ученики подтверждают свои знания на районных и республиканских олимпиадах, занимать призовые места и становиться победителями. Таких учителей у нас в РО немного, которые с честью, достоинством и гордостью выполняют свой долг.